Большой военный парад в эти минуты проходит в польской столице. Участие в нем принимает рекордное количество солдат, более двух тысяч человек. Также более двухсот единиц боевой техники в программе парада и масштабное авиашоу. Детальнее о том, что сейчас происходит в Варшаве, расспросим у нашего корреспондента. Наталья Малышко с нами на связи. Наталья, здравствуй, тебе слово. Здравствуйте, коллеги. День войска польского в Варшаве сегодня отвечает грандиознейшим парадом. Приурочен этот день, как вы ранее отмечали, годовщине победы польской армии над силами большевиков. Так называемой Варшавской битвы, или как в Польше принято называть это сражение, чудо на Висле. Тогда, в 1920-м, поляки вместе с войсками Украинской народной республики остановили наступление Красной армии, добились перелома в ходе этой войны и сохранили свою независимость. Поэтому 15 августа со времен Второй польской республики празднуется как День польской армии. В эти минуты веслострадой, буквально уже с минуты на минуты, должно начаться шествие. И шествовать будут солдаты сухопутных войск республики. Они составляют одну из основы вооруженных сил Польши. В параде также примут участие практически все тактические подразделения войска польского. Именно они и будут открывать этот парад. В целом же участие в этом действии примет около 2000 военных. Среди них представители армии союзников, солдаты батальона боевой группы НАТО, которая базируется в Польше. Кроме того, британские, румынские и хорватские военные. Также будут и французские солдаты, которые активно участвуют в миссии Евросоюза по обучению украинских солдатов. Президент Польши, выступая с трибуны, заявил о том, что собирается провести некие структурные реформы в армии. В частности, воссоздать командование вооруженных сил, которое будет отвечать за подготовку солдат и оперативное реагирование на те вызовы, которые стоят перед республикой. Главная из них, это, безусловно, война, которую Россия развязала в Украине. Дуда подчеркнул, что Польше необходима мощная армия, такая, которая бы устрашила любого противника, а при необходимости дала бы мгновенный отпор. Отмечу, что война в Украине подстегнула Варшаву к наращиванию своего производства вооружения и заключению новых оборонных контрактов. И вот сегодня на параде в Варшаве будет продемонстрирована вся та военная мощь Польши. После марша пехотных отрядов в небе над Варшавой ожидаем воздушный парад. Участие в нем примет 90 суден. Над Варшавой полетят американские вертолеты Апачи, новейшие и легендарнейшие истребители пятого поколения F-35. Отмечу, что Польша заключила контракт с Соединенными Штатами на поставку трех десятков единиц F-35. Также в небе над Варшавой можно будет увидеть и южнокорейские истребители F-A-50. Таких на вооружении Польши будет полсотни. По словам министра обороны Мариуша Блащика, Варшава сейчас реализует стратегию замены советской авиации на самолеты новейшего поколения. Такие как истребители F-16, те же F-A-50, ну и конечно же F-35. Если же говорить о наземной части парада, то сегодня увидим американские танки Абрамс, южнокорейские танки К-2, самоходные гаубицы К-9, ракетные установки Хаймарс и Петриот, а также оборудование польского производства. Те самые легендарные гаубицы Краб, которые находятся ныне в Украине, отставят украинскую землю. Новые боевые машины пехоты польского производства Барсук, БТР и Росомаха, и самоходные минометы РАК. В целом это около 200 единиц техники. Такая вот игра польской армады, игра мускулами военными, по мнению поляков, должна продемонстрировать всему миру готовность Варшавы к любым вызовам. Коллеги, вам слово. Да, и Варшава готова, а что стало толчком к этому? Толчком как раз стала и военная агрессия России и Украине. Наталья, спасибо огромное. Мы надеемся, что вы включитесь в наш эфир еще раз и расскажете, что сейчас происходит в центре Варшавы. А зрителям напомню, с нами на связи была наш корреспондент Наталья Малышко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова